За ежедневным потоком будничных забот мы порой забываем о самом главном, о том, что является основой нашего общества. Это семья. Не так давно в Украине проходила неделя семьи, когда в обществе поднимались актуальные вопросы на эту тему. Сегодня в нашей студии человек, который на общественных основах почти профессионально занимается вопросами семьи. Это глава правления Международной общественной организации «Совет семей Украины» бизнесмен Виктор Прит. Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день. На днях вы выступали в Верховной Раде с докладом на тему о необходимости развития семейной политики в Украине. Прежде чем мы обсудим с вами этот вопрос, я предлагаю нашим телезрителям ознакомиться с небольшим фрагментом вашего выступления. Виктор Иванович, об актуальности вашей инициативы говорить не приходится. Расскажите, пожалуйста, какие действия вы предпринимаете в этом направлении и чего удалось уже достичь на данный момент? Благодарю вас. С 2011 года Рада Семей Украина заключила договора с Министерством образования, конкретно с Институтом инновационных технологий, Институтом проблем воспитания молодежи. За этот период разработана концепция «Счастливая семья» на 2013-2022 год. Она утверждена, принята Верховной Радой. Далее мы утвердили программу об общеобразовательной семейной ценности. После этого издали учебники для учителей семейной ценности. И также для детей разработали и утвердили методическое пособие «Рабочая тетрадь». После этого в 14 областях Украины мы провели общеобразовательные семинары для учителей на базе Института последипломной подготовки. И на сегодняшний момент вся Украина охвачена экспериментом по вводу семейных ценностей в школы. Скажите, пожалуйста, почему вы так активно интересуетесь этой темой? И вообще, еще сразу же второй вопрос задам. Какой возраст детей, которые будут проходить этот курс? Программа разработана для учеников 8-9 классов. В дальнейшем 10-11 классы. Но преподаватели, которые прошли и сертифицированы по этому курсу, они могут преподавать и на неклассных часах полностью всем ученикам, начиная с 1 класса. А почему я так интересуюсь этим предметом? Ведь я предприниматель, бизнесмен. И в бизнес приходят не всегда зрелые люди из семей. Мы все родом из семьи. И этим действительно должна заниматься система образования. Воспитывать качественные, зрелые кадры для социального ответственного бизнеса. Мы знаем, что на сегодняшний момент более половины семей распадается. Ну, такая печальная статистика. Каждый второй брак распадается. Профессионально этому нигде не обучают. Нас не учат, как строить семью. Как предприятия учат строить, как учиться математике, физике, астрономии учат. А как построить семью, нигде такого курса не было. И по сей день не было. Поэтому мы и решили внедрить такой профессиональный курс, чтобы мужчины, выходя из школы, могли крепко держать штурвал семейного корабля, а женщины знать, для чего создается семья курса. И вскоре вы снова планируете выступать в Верховной Раде? Да. Следующее выступление в Верховной Раде будет 17 июня. Это парламентские слушания, посвященные изменениям системы, инновациям в системе образования. И там мы будем не только презентовать свой проект, а нашими предложениями являются создать институт семьи, который на основе системы образования различных организаций общественных, который будет профессионально заниматься семьей. И основной лозунг, который мы несем на эти парламентские слушания, это воспитание гармоничного семьянина, гражданина и профессионала, который будет выходить из системы образования дальше в бизнес. Спасибо вам, Виктор Иванович. Мы надеемся вас снова увидеть в нашей студии после вашего очередного выступления в Верховной Раде. Благодарю вас. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был Виктор Прид, бизнесмен, глава правления Международной общественной организации Совет семей Украины. Мы продолжаем наш выпуск.